В эфире новости сейчас с вами Татьяна Некрасова. Здравствуйте. Матчу Александра Соснович Петра Квитова все-таки суждено было быть сегодня. Но, к сожалению, для белорусских любителей тенниса завершился он не в пользу Саши. Полуфинал турниров Сиднея долго откладывали из-за непогоды, но ближе к ночи по австралийскому времени погода смилостивилась и теннисистки смогли выйти на корт. Итог игры поражения белорусские 1-6-2-6. В финале Чешка Петра Квитова завтра сыграет с хозяйкой кортов Эшли Барти. А британский теннисист Энди Марре объявил о том, что этот сезон станет последним в его карьере. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный победитель турниров Большого шлема, обладатель Кубка Дэвиса в составе своей сборной выразил желание сыграть на домашнем турнире Умбелдоне, который и станет для него последним. К слову, именно на этих кортах в 2012-м на Олимпиаде в Лондоне британская пара Марре и Робсон в финале Микста уступили нашим Максиму Мирному и Виктории Азаренко. Говоря о решении завершить карьеру на пресс-конференции перед Australian Open, Энди не смог сдержать слез. Энди Марре продолжает беспокоить сильная боль в правом бедре, на котором ему уже делали операцию. Многие известные теннисисты уже высказали свое сожаление и слова поддержки британцу. На старте открытого чемпионата Австралии Марре сыграет с испанцем Роберто Баутистом Агутом. Суд Первомайского района Минска вынес приговор участникам вечеринки, где от передозировки погибла 19-летняя студентка. Все семь фигурантов признаны виновными в незаконном хранении психотропов. Двое приговорены к ограничению свободы на 2 и 3 года. Остальным 2 года лишения свободы с отсрочкой на исполнение. Трагедия случилась летом. По словам экспертов, смерть наступила от острого отравления особо опасным психотропным веществом. Сильные снегопады нарушили работу горнолыжных курортов в Австрии. До них очень сложно добраться. В связи с лавиной опасностью туристам рекомендуют быть крайне осторожными и не вставать на лыжи. Глубина покрова превышает 2 метра. В стране за прошедшую неделю погибли 7 человек. А в немецком Бархофе в эти минуты мужской спринтерской гонкой продолжается четвертый этап Кубка мира по биатлону. Беларусь представляют спортсмены Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников и Антон Смольский. Фаворит норвежец Юханес Бео оправдывается ли мнением прогнозистов? И как складывается старт для белорусов узнаете из прямой трансляции в эти минуты на Беларусь 5. И это последние новости сейчас. Подробности в 19 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин